Продолжение следует... Их четверо. Они должны угадать человека, загаданного на карточке. Важно назвать не только персонажа, но и его зашквар. Они по очереди задают друг другу вопросы, на которые можно ответить только «да» или «нет». Побеждает тот, кто первым догадается, кто он. А тот, кто отгадает последним, отдаст победителю 10 тысяч рублей. Я связан с футболом. Круто, блин. Таких приколовок начинать. Прикольно с «да» начинать всегда. Да, просто уже настроение хорошее. Да, если «нет» сразу в футболе, то ты такой «оп». Нет, я рискую всегда на первом вопросе. Да? Ну ладно. Я играл в РПЛ. Нет. Нет. Все. Я действующий футболист? Да. Хо, хо, хо. А то, что ты держишь, доплачиваешь? Игра, естественно. Блин, круто. Я играю в «Топ-5 лик». Так, скажи, я играю в «Топ-5 лик». Я вот так вообще играю. Вот так вот. Слушайте, а я вообще играю в «Топ-5 лик»? Нет. Нет. Началось. Нет. Я. Ниценко. Да. Блин, ну ты, конечно… А за это платит, вот скажи, бля, пожалуйста? За что? За вот интеграцию. Да, ему Ниценко за это платит. А вы заметили, как Ниценко три года на Матч ТВ сидел, 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 все комментаторы закончились, и он теперь все, блядь, комментирует. Я не заметил так же, как он сидел, 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 сидел. Он всегда там сидит. Он комментирует, потом сидит, обсуждает, как он комментировал, потом уходит. Так, ребята, поклянитесь, что вы сейчас честно будете отвечать. Мы честно будем отвечать. Оклянемся. Но, скорее всего, они будут отвечать, потому что я вообще… Ты не знаешь, что… Давай, давай, давайте. Я футболист? Подожди. Да. 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 Я действующий футболист? Да. Я русский футболист? Нет. А как вот тут сказать? Ну, нет. Ну, русский это русский. Я русский комик? А. Подсказали, да? Да. Я понял. Я понял. Я понял. Почему я говорил русский? Я просто мог сказать российский скачок. Вперед. Так, я в топ-5 лиг? Да. Да. В АПЛ? Я буду по лигам спрашивать. Я в АПЛ? Да. Нахера? Круто. Слышь, ты че уже? Да, конечно, круто. Ну, вы что-то как-то слишком быстро. Так нет, я же вообще дальше не знаю. Просто так сейчас умру. Да я просто много, да, слишком. Так а все, осталось, смотри, 18 команд. Че 18? В АПЛ. 20, брат, 20. А можешь про футболист? А можно знаешь человека из футбола? Все, ты не из Брайт и не из Саутгемптона. Человека и знающего футбола. Все. Пожалуйста. Я оставил 18. А есть люди, которые в футболе разбираются вообще? Так, ладно. А я темнокожий? Нет. Ну вот видишь. Так, я играю в российской премьер-лиге. Да. А, нет. А покажись. Да. Как это? Да. Я уже не знаю когда. Как это? Да. Я помню, что да. Нет. Че это такое? Если это можно назвать, играю, чувак. Нет, он сейчас не играет. Загуглите. Секунду. И вы мне предъявляли за АПЛ, да вот это не знать, позор. Никого не волнуйся, что у меня человек, который играет и не играет. И играет, и не играет. Так это вся АПЛ, блядь. Куда уезжают? А почему сказали да? Ну мы думали. Мы что, не следят за новостями? Мы думали, что он не уехал. Я уехал, да? А он уехал? Я уехал. Он, конечно, не в российской премьер-лиге. Я, кстати, поехал, блядь. До того, как Антон уедет, хотим вам напомнить, что нужно обязательно скачать приложение наших друзей компании Винлайн, официального спонсора российской премьер-лиги. Регистрируйтесь по ссылке в закрепленном комментарии и получайте фрибет до 10 тысяч рублей. Получается, ты уже можешь 6 лик вычеркивать. Я старше 33-х лет. Нет. Вас не смутило? Так, я российский футболист? У тебя какого-то конкретного. Я российский футболист? Да, да. Нет, да неправильно. А так нельзя говорить? Ну мне кажется, нет. Блин, тогда нет опять. Кост, что ты имеешь в виду? А российский ты имеешь в виду, который в России играет? Нет. Которую, в которой гражданство России можно призвать в сборную России. Гражданство России. Ну то есть ты имел в виду Марио Фернандеса, условно? Все, у кого есть гражданство России? Нет, тогда нет. Тогда нет. Я Биль Гейдж? Нет, нет. Блин, ну ладно. А я Биль Гейдж? Он имел в виду Юрия Телеманца, конечно. Прикол, что он догадался лигу и решил самым сложным путем. Да, так мне бы вы сказали, не надо, чтобы сразу дальше было. А мы тебя сбиваем же. А в смысле? А, так да ладно. Да все уже. А я, кстати, ни одного зашквара БПЛ не помню. По-моему, чистейшая лига. Да. Хорошо, я действующий футболист. Я когда-то играл в РПМ? Да. Я сейчас играю в футбол в какой-то команде? Да. А почему вы не уверены? Не, я уверенно говорю, да. А вот где, например, Шапи? В Турции играет. Вот. Молодец. Что ты начинаешь? Я хотел, чтобы люди знали, где Шапи. Потому что мы надеялись, что это лучший наш игрок на много лет вперед. Дмитрий Позов, я просто хотел, чтобы люди знали, где играет Шапи. Я играю за команду, которая теоретически может играть в Лиге Чемпионов. Да. Ну, в Лиге Чемпионов УЕФА. Не Конкакав, блять. Я знаю вас, Задротов. Ну, по-моему, да. Да, да. Давай так, это тебе, наверное, не поможет. Ты же понимаешь, что по всем признакам мы в душе не ебем, где он играл. По всем признакам. Я думаю, даже бывшие одноклубники. Хорошо. Вряд ли. Ладно, я играл, типа, в РП... Когда я играл в РПЛ? Я играл за команду из Москвы? Да. Я играл за московское Динамо? Нет. Жалко. Я хотя бы футболист? Да. Да. Я еще действующий футболист? Я играю... Зрелищно? Нет. Нет. Этот вопрос точно вы ответите. Нет. Обычно. Не зрелищно, не зрелищно. Не, ну вы понимаете, да, что, например, Глушаков довольно зрелищно играет? Ну, вообще вопрос странный. Нет. Глушаков зрелищно живет, а играет не очень зрелищно. Я играю в чемпионате России? Да. Да. Я играю в... Давайте так, чтобы... В тотальный футбол. В зрелищный футбол. Нет, там нет таких команд. Так, я в первой команде, восьмерке команд. Да. Да. Я представитель московского клуба? Да. Да. Получается, что... Он комотив. А так... Спартак, ты как отсеял? По восьмерочке. Ага. Угу. Да, такие времена. К сожалению, братья. Да. Ничего, ничего. Я за локомотив играю? Нет. Я такой еще француз. Нет, тогда надо такой, я швейцарец. Я полевой игрок? Да. Да. Уже отсеяли вот этих двадцать человек. Да. Отлично. Кто там, Бен Фостер отошел или кто? Крис Киркланд. Я прям про него думал. Пикфорда убрал, вообще молодец. Ай, господи, господи. Например, да, я играю... Я могу по командам, да, тоже? Давай. Может. Я в лондонском клубе? Нет. Все. Когда я играл в РПЛ? Я играл за Спартак? Нет. Так, я младше тридцати трех играю в незрелищный футбол и... Незрелищный футбол? Незрелищный футбол. Незрелищный футбол. И действую до сих пор. Я с ним могу быть лично знаком? Нет. Вряд ли. Хотя хер. Я бы охуел. Если ты в моменте с ним созвонился. Ну, я... А, поняли, где созвонился? А, бля, подпаска. Не, просто, если ты с ним лично знаком, то, ну, ты, получается, просто скрывал охереть какую часть своей жизни вообще. Ну, значит, это не русский футболист. Вы бы так уверенно не сказали. Нет. Почему? А кого из русских футболистов? Вот вообще, блядь, не могу знать. Ислана Джинжал. Ну, это правда. Но он не играет. Уже. Ну, я не знаю. Евсеев из Урала. Который играет? Или который... Который тот Евсеев? Он не тренирует. Ну, вот это ты откуда знаешь, знакомишь с Евсеевым из Урала или нет? Я точно знаю, что я с ним знаком. И что? И он каждый день говорит, бля, позу вообще не знаю. Пожалуйста, не знакомь меня с Озовым. Пожалуйста, не знакомь меня с Озовым. Пожалуйста, не знакомь меня с Озовым. Да все, все, я по-любому не российский. Так, я из Динамо? Нет. Я в Ливерпуле? Нет. Нет. Прикольно, еще одну отсеяли. Так. Осталось 17 кругов. Да. Скоро вообще. Ну, в два клуба сразу. Давай, давай, давай. Я играл за Локомотив. Нет. Да сколько там московских-то осталось? Да до хера ты назвал два. Три. Подожди, АФК Москва. Хорошо, три. Подожди, а Торпеда возвращается? Что? Ладно, давай, поздь. Торпеда, да. Торпеда, да. Так, я не российский игрок. Ага. Ну, все. Круто. Окей. И играю плохо. Что плохо? Ты придумал зрелище. Возможно, очень круто, но не зрелище. Я оборонительный игрок. Да. Кайф. Я играю в топ-5? Да. Играл на Евро? Нет. Все, я, получается, из ЦСКА? Да. Я в полузащите играю? Нет. Мне больше 30 лет. Да. Да. Я из Манчестер Юнайтед. Да. Да. Ты только что угадал, да? Что угадал? Просто, просто. На самом деле, я просто подумал, что если не Лондонский и не Ливерпуль, то, наверное, Манчестер, да. И, наверное, я подумал про пару человек из Юнайтед, про одного тоже из них. Ладно, возможно, это Криштиану Роналду, например. Да. Да. А за шквар? А вот то, что он в изнасиловании обвинялся, это за шквар? Ну, само обвинение нет ли? Но это не то. Я, когда играл в РПЛ, играл за… Так, ну это не «Динамо», «Спартак», «Локомотив», так сказали. Из мастерских команд осталось «ЦСК», осталось «Торпеда». «Торпеда». Ну, вы так отчаянно говорите «Торпеда». «Химки», как будто бы. Просто нам нравится это слово. «Торпеда». «Торпеда». Я играл за «ЦСК»? Да. Ага. Всё. Кстати, «Торпеда» вернулась в РПЛ. Я об этом сказал 10 минут назад, всем фокус был. А потому что ты сказал «Торпеда». А, «Торпеда». А мы-то ждём «Торпеда». «Торпеда» вернулась в РПЛ. О-о-о, хорош. Нормально? Спасибо, пацаны. Я российский игрок? Да. Я становился чемпионом России? Да. Да? Ну, по-моему, да. Ладно, я нападающий? Нет. Так, если я играю в топ-5, достаточно молодой, но при этом не играл на Евро, а в Лиге Чемпионов я в этом году играл? Нет. Нет. То есть я вообще абсос какой-то. Ну, после такого поступка, конечно, да. Да. Так, я, получается, ЦСКА играю в нападений. Да. Так, а кто у них зарубежный форвард? Зарубежный форвард, ты так говоришь? Зарубежный. Импортный. Импортный нападающий. Заграничный. Пока нет эмбарго такого. Кстати, могла бы фамилия быть его. Эмбарго. Да. Лаутаро Эмбарго. Нападение ЦСКА игра. Это, нет. Мой охот. Это не он. Подожди. Так. Сука, мне казалось, что я сейчас первый, кто приходит в голову, это Джуки. Но он, по-моему, полузащитник. А кто же у них в нападении? Там из-за шкваров только то, что дохера финтят. Ммм. Дохера финтящий и Джуки. Тогда бесполезно финтящий. Так. Подожди. А кто у них в нападении сейчас играет? Получается, не смотрел ты последние 60 матчей ЦСКА? Я вообще не помню, что было. Подожди. Я был даже на этом. Аааа. Подожди. Языджи? Да. И за шквар связан с тем, как его представили? Да. Ну типа Наташа Турция и ты не выиграл. Я не хотел, если честно. Языджи, Турция и Наташа. Вау. Ну. Вау, Рома. В очередной раз ты при бабле. В январе 2022 года ЦСКА попытался креативно презентовать Юсуфа Языджи. Это было сделано в форме видео, в котором якобы показывается переписка с самим Юсуфом. После сообщения, Юсуф, это Россия, у нас здесь есть много Наташ, турецкий игрок незамедлительно принимает предложение о переходе. Оскорбление российских женщин не понравилось общественности. Ролик оперативно был удален. Фух, слава богу. Так рад за тебя, блин. Вот. А я думаю... Блин, не хотел побеждать, но... Эх, случайно. Эх, блин. Так рад, Рома! Эх, приходи еще в шоу. Конечно. А мы закончили, да? Ага. Мы же определяем, кто ему отправит десятку. Это самое унизительное. Я думаю, что если вспоминать последний зашквар и Криштиану, это связано с телефоном, который он выбил из рук болельщика. Да. Так, тормозите, я за вами не успеваю. 9 апреля 2022 года после проигранного матча Эвертону разгневанный Криштиану Роналду по пути в раздевалку разбил телефон юного болельщика Ириса, который хотел просто сфотографировать нападающего. В дальнейшем Криштиану признал вину и попросил прощения. Да. Второе место меня устраивает. У Криштиана даже такого нет. Сейчас, ну ты хотя бы ближе. Ты уже в ЦСКА. Если, то есть, я сейчас говорю правильно... Ты ближе. А я там еще... Вот как бы ты и не начинал вообще, Игорь. Мне 20 вопросов еще до догадок. А вот это, кстати, реально прям зашквар? Какой? Да. Ну, типа... Конечно. Да? Ну ладно. Я считаю, вообще нет. Если что, я не осуждаю тебя. Да? Да. Так бывает. Ну, я полузащитник. Нет. Я этот зашквар сделал в этом году? В году нет? Ну, в сезоне, я имею ввиду. В сезоне, да. В сезоне? В сезоне точно. А я это сделал в национальном чемпионате, в котором играю? В смысле? Ну, я мог это сделать либо за сборную, либо в какой-нибудь другом Еврокубке. Нет. Ответа на вопрос нет. Ну да. Угу. Значит, я это сделал вообще не на футболе. Ну, это, блин, крутой чувак. По-моему, это карты раскрыли. Блин, но поза такая дедукция. Просто обалдеть можно. Чисто этот же. Вообще. Шерлок Пос. Ааа, я этот. Как его? Я вратарь? Нет. Там вратарья Кинфеев 20 лет. Кинфеева так вспоминают. Там второй этот вратарь, да, который вообще ебанул. Он с ним... Он с ума сошел. А ты думаешь, он играет? Идем зашквар, типа, я второй вратарь до сих пор. Да, да. Он до сих пор где-то играет и бычки об руки тушат себе по вечерам. Да, кстати, шасту на зашкварах Чипчугова, это, конечно, испортит день, мне кажется, вообще. Чипчугов. Он же с ним что-то не так, да? Он с ума сошел. А что с ним? Да он сидел на лавке. Выбивал сильно, да. Так, я европеец? Да. А я играю в Англии? Да. Добро. А я вообще играл в Еврокубках, не в Лиге Чемпионов в этом году? В этом году, по-моему... Да, да. Да. Конечно. Это я из Лондона? Да. Это значит, остается Тоттенхэм. Я в Тоттенхэм не играю? Нет. Хм! Ха! Теперь я. Я защитник ЦСКА? Да. Ну, бывший. Да. Погодите, а кто там русские защитники? Щенников. Щенников до сих пор играет за ЦСКА. Да. Правильно? Он там играет со времен... Я охренел от того, что ему недавно исполнилось 30 лет. Я думал, что ему... В натуре? Так не, а я помню, когда ему что-то 17 было, во сколько там он появился? Он в 12 начал играть. В 12, да, начал играть? Уже в РПЛ. Да, да. В финале Кубка УЕФА Жаркова подсказывал. Да, да. От Загоев в 11, но в 16 закончил. Из защитников знаю, там всю жизнь играли братья Березуцкие. И играл... А ты вспомнил тоже. Ну это когда было? А когда вот сейчас недавно? Время летит. Время недавно? Ну он же играет. Мы сомневались, поэтому... Ну Игнашевич и Березуцкий, они не играют. Я не помню, кто там... Я вообще не шарю в защите ЦСКА. Кто там мог играть? Там этот играет, который с таким этим лицом... Как его? Который играет за сборную, играл еще. Как его фамилия? Этот... С каким лицом? Ну с лицом. Ну и что? Ну да. С лицом играл за сборную России на чемпионате... Он играл на чемпионате мира за сборную России? Эээ... Мира? Да, Мира в 2018 году. А, нет. А, Мира в 2018 году играл. Нет. А он как, про какой мир? На чемпионате мира по контребле? На чемпионате мира играл Игнашевич и Кутепов. Не Кутепов еще один там был. С лицом. Кудряшов? Ну с Кудряшов. Какое ли у Кудряшова лицо? Почему ты думаешь, что у Кутепова нет лица? Расскажи мне, пожалуйста. Ну такой с лицом. Надо посмотреть заявку. Я помню полностью заявку. Нихуяще. А кто там из защитников там были? Вы такой с лицом. Ну Гуран, ну вспомни. Да не играл, ну все, ну не играл. Ну в 2018 году не играл точно. Нижерков. Черчесов? Там лицо такое? Ну с лицом такой. Народ, пишите в комментариях, каких футболистов с таким лицом вы знаете. Вы такой. Ну он не... Если я понимаю... Блин, он на чемпионате мира может и не играл. На чемпионате мира играли Кутепов, Игнашевич, Семенов. Игнашевич, Семенов. Семенов не с лицом. Ну Кудряшов. То есть Кудряшов, но он говорит не Кудряшов. Кудряшов не с лицом. Ну они все без лиц играли. Я в охоту. Как в фифе, когда вы играешь хуевые команды. Просто... Знаете, кто играл из таких персонажей очень неожиданных? Гранат. Да. А с лицом или без? А персик не играл там, блядь. Я, к сожалению, лицо граната даже и не вспомнил. А я помню. Вестхэм, ёбан-бобан. Я играю в Вестхэм? Да. А я не знаю там людей. Ну... Тогда ты проиграл. Я полузащитник. Ты же сказал, что ты... Нет. Нет, я говорил, я оборонительный игрок. Нет, ты не полузащитник. Нет, ты не полузащитник. А-а-а... Вы не поможете мне вспомнить, да? Почему мы поможем? Я могу тебе сказать... С лицом? У него есть лицо. Знаешь, бывает говорят, ты близок к ответу, а я тебе говорю, что ты был близок к ответу. Нет, ну ты еще лицо понимаешь, мы не очень понимаем, что ты имеешь в виду. На Зинченко, на Сережу похож. Ну, кстати, я согласен, я согласен, что там есть небольшое сходство. Ну... Ну, если мы вот так вот убираем все рамки, то да. Какие мы рамки убираем? Ну, которые Шаст понастроил зачем-то. Какие рамки? Нет никаких рамок. Да что лицо такое? Ну, я бы не сказал, что он похож. Так, в ЦСКА. Да, да, он стопудовый из ЦСКА. Он стопудовый из ЦСКА. В смысле? Ну, мы же, блядь, тебе это сказали. Как это, блядь? Нет, в смысле, я помню его в форме ЦСКА. Он стопудовый футболист. Так, секунда, подождите. Там, это, не Кузяев, не Кузя... Не Кузепов. Не Кузяшевич. Не братья Кузевецкие. Братья Кузевецкие. Кузи Кузизутские. Не Юрий Кузьков, слева. Не Игорь Кузефеев. Не Игорь Кузефеев. Не Кузеев. Не Кузень. Не Кисуки Кузя. Не Кисуки Кузя? Ну, как его фамилия, Ра-Ра-Ра-Ра-Ра-Ра-Ра... Рабонов. Рабонов? Иван Рабонов. Он всегда вот так ходит. Очень похоже на Сергея Зинченко Иван Рабонов. Сергей Паненков. Воборот. Козел, как его фамилия! Не, Иван Рабонов, это когда в карское время нужно было создать супергероя-футболиста, как, вот и Иван как-то. Блин, ну с такой, он с таким лицом еще, СССР играет с таким лицом. Ну как его фамилия? Сейчас дело в том, что я догадался, кто я. А ну? Только сейчас. Хорошо. Вы мне не скажете, правильно, фамилия? Хочешь скажу? Скажи. Нет, давай вот такую подсказку. Ты знаешь? Ты понял? Не, я вот эту имею в виду. У него имя как имя, а фамилия как имя. Нихуя. Петров Иван Иванович. Ну ты очень рядом. Нихуя себе рядом. Как он рядом, нахуя? А я имя, кстати, не помню. Ладно, я шучу, может быть, не рядом. Ты далек. Как его фамилия? Не, ну если с Рабоновым, то Петров ближе, да. Можно я загуглю, как он выглядит? Мне интересно просто, что там с лицом, блядь? Я могу подсказать, что вы точно, ну... Что? Ладно, это сильно подсказка. Ты фамилию хотел сказать? Ой, ну ебать, лицо... Лицо, конечно, да, он с лицом. Ну, я говорю вам. Он с лицом. Гуглишь, вот еще фамилия, а там вот так... Ну, кстати, там так сразу... Ну, он с лицом же. Да, да. Как его фамилия за коней играет? Вот, сейчас ушли Березуцкие. И они все, у нас в центре обороны играет тип с лицом. Да. Нужен хороший центральный защитник. Да. И все такие, нет, у нас слева будет играть Щенников и еще три каких-то человека. Один из них с лицом. Право Марио Фернандес. Да, да. Право Марио Фернандес, слева с Щенником и в центре обороны тип с лицом и второй тип с ним. Дело эти экраны, если бы сейчас шла про экзамен, который сдавать, то я бы 4 уже поставил. Да. А Кимфеев орет на них. ВАСИН, вượcую нахуй Васин. Виктор Васин. — Да, а какой зашкварт? — А вопрос, вопрос ты задал, я Виктор Васин. — Я Виктор Васин? — Да. — Чтоб и нет, блядь, сказали. — Блядь, и нет, это вообще... — Ты понимаешь, что... — Пойдем, что он через Акимфеева вспомнил, потому что он орал ему «Васин, блядь!» — Да, ему «Васин, Васин, Васин!» — Я хотел тебе сказать, что ты с ним точно виделся, но это... — Он же здесь был, это здесь был. — Да, 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 да. — Мы же тут фифу играли, давай, блядь, блядь. — Ты когда с ним виделся, ты думал, вот этот тип с лицом, блядь. — Ну, с лицом, скажите, я же прав. — Пришел домой, говорит, мы сегодня типа с лицом так обыграли вообще. — Ой, бейшие, блядь. — Народ, а вы помните наш легендарный турнир по фифе с участием Виктора Васина и многих других звезд? Пишите в комментариях, даешь второй турнир, а если видос соберет 20 тысяч лайков, сделаем второй турнир. — Так, а что по зашкварам? — Блин, а что по зашкварам? Вы... Мне не понравилось, как вы сомневались, зашквар это или нет. — Это я сомневался. Пацаны считают этот жесткий зашквар, что это надо выгонять. — Не, ну зашквары тут разные степи. — Не думал, что из-за этого он шел из СССР. — Ну подождите, он этот зашквар совершил, ну типа, на футбольном поле? — А-а-а. — Ну да. — Ну да. — Ну-ка, ну да. — Уже доебаться можно, конечно. — Да, конечно, наверняка. — Блин, ну если я сейчас не дойду, ты выиграешь. — Да, потому что я знаю. — А это вообще не то, прикинь. — Ну, кстати, такое может быть, но это невозможно. — Шанс, вот давай тебе последнюю легкую. — Давай, давай. — То, как ты его лицо описал, вот примерно вот такого плана и зашквар как раз. — Что? — Ну я имею в виду, что вот то, как ты его себе представляешь, ты думаешь, ну это вот точно он сделал. — А где он играет, кстати? — В Кайрате. — Я кого-то оскорбил! — Нет. — Нет. — Блядь, всё, пиздец, я проебал! — Так, блин, ну вот если сейчас я не прав, то я, ну, дальше не играю. — Давай. — Давай. — И потому что мне кажется, я вот просто сейчас благодаря вам срастил, что он, наверное, играет за Вестфом. — Это Курт Зума? — Да. — Который пнул кошку? — Да. — Да, сука. — Диман, поздравляем. 8 февраля 2022 года в сеть попало видео, на котором Курт Зума жестоко обращается со своей кошкой. Игрок Вестхэма разозлился за то, что она случайно разбила дорогую вазу и сорвала светильник с кухонного шкафа. Зума оштрафовали на 250 тысяч фунтов, отправив деньги фондам, занимающимся пострадавшими животными. — Ебать, я бы никогда это не отгадал. Но отгадал. — Я бы никогда это не отгадал. — Ну чё, шаст? — Ну подождите, я кого-то оскорбил. — Да нет, я спрашивал. — А уже можешь и да, и нет, похоже. — Да. — Ну погодите, я... — Мы это с тобой точно обсуждали. — Ну как обсуждали? — Ну потому что это было... — А, он связан с деньгами? — Нет. — Это не... Вот знаешь, бывает зашкварка, человек как подонок. Вот ты говоришь, козёл, козёл. Вот это нельзя сказать что-то. — Это нельзя сказать. — Он потерял кошелёк. — Очень близко. — Поставил деньги. — Нет, ну смотри, если он потерял кошелёк, как ему предъявить? — Мы же решили, что он на поле что-то поднял. — Это внутри футбольного коллектива. — Тебе говорят, ну ты бля... — Лучше б ты кошелёк проебал, блин. Вот так говорят. — Он говорит, а кошелёк-то я. Не проебал. — А он говорит, а голову ты давно не забыл? — Точная пародия на Васина. — Это вот чисто, знаешь, когда ты читаешь и думаешь, блядь, ну ещё и это. — Ну что, он бежал бутсу проебал? — Очень близко. — Очень близко. Но только он... — Зашквар? — Изначально. — Бежал, бежал, бежал. До штрафной бутсы была, вбежал бутсу уже нет. — Нет, смотри, что такое зашквар по футбольным меркам? Ну это должно быть что-то, за что его можно всё-таки предъявить. — Потерял майку. — Ещё. — Потерял капитанскую повязку. — Ещё последний. — Ну не то что... — Почему обязательно потерял? — Потерял. — Потерял гетры. — И всё, и последний. — Вот рядом, очень рядом. — Последний элемент оказался. — Смотри, теперь, вот ты сказал, потерял гетры, теперь заглядывай внутрь. — Смотри, нет, давай я тебе... — Потерял носки. — Блядь! — Кто нахуй гетры на носки надевает? Антон, ну что это такое? — Чтобы не замерзнуть? — Тёплые, тёплые. — Да, конечно. — Нет, смотри, вот я тренер, я говорю, всё, сегодня играешь. — Ты, ты и ты, и я. — Ну ёпта, блядь! — Я без шорт сижу. — Ты на поле? — Ну я говорю дай ему шорт. — Ты вышел на поле и они такие, блядь, Антон нахуй. — И он, говорит, я могу и без этого. — Я могу и без гетро играть. Я говорю, нет, блядь, нельзя без гетро играть. И без этого тоже нельзя играть. — Зачем гетры вообще надевать? — Красиво. — А, щитки потерял? — Ну не взял. — Но забыл. — На поле? — Ну, на замену его 1969. Ну, когда выходил на поле, какие-то свои щитки. Щитки. Зашкварно, конечно. Антох, то есть ты не считаешь, что это зашквар? А как считаете вы? В 2020 году в матче девятого тура российской премьер-лиги с Локомотивом защитник ЦСКА Виктор Васин должен был выйти на замену. Но этого не произошло. По той причине, что Васин банально забыл щитки в раздевалке. Тот матч ЦСКА проиграл со счетом 1-0. Болельщики шутят, что благодаря своей забывчивости Васин, возможно, спас свою команду от второго гола. Это футбольный зашквар. Давайте скажем, что мы лицо Васина не стебали. Сегодня проиграл Антон. И я даже знаю, с каким лицом он будет отдавать Роме десятку. Спасибо большое вам за просмотр. Если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и отправьте видео своему корюшу. Нам будет очень приятно. У него прикольное чувство юмора, и он все поймет. Поехали.